Ребенок ест снег, почему и что делать? Прежде всего, постарайтесь определить причину поедания снега, а потом уже пробуйте все возможные способы избавления от привычки. Конечно, сейчас экология сильно изменилась, и вас может очень тревожить такое увлечение малыша. И это правильно. Не паникуйте раньше времени, сначала разберитесь в ситуации. Критичность проблемы зависит от вашего отношения к ней. Вспомните себя в детстве. Наверняка приходилось пробовать снег и не один раз. Вы стали замечать, что ваш ребенок ест снег. Поедание снега детьми практически каждый ребенок хоть раз в жизни пробовал снег. Одним он не пришелся по вкусу, и привычка не сформировалась, а другие едят его с жадностью до подросткового возраста. А вы помните, как ели снег или грызли сосульки? Вроде и совершенно безвкусно, но страшно интересно. В регулярном поедании снега детьми существует две опасности – вероятность простудиться и подхватить какую-нибудь инфекцию. Ведь пока снежинки летят с неба, они впитывают в себя разные вредные вещества, а на земле они поглощают выхлопные газы автомобилей, промышленных объектов, отходы животных, птиц и людей. Так, почему ребенок ест снег? Выделим общие причины – желание охладиться, жажда, за компанию, любопытство, ограничение лакомств. Читайте интересную. Статью «Ребенок ест много сладкого» и GT, и GT, и GT – подмигивающее лицо, тренировка иммунитета, привлечение внимания. В зависимости от возраста малыша вы можете обнаружить как одну, так и несколько причин. Устраните те, что вам под силу. Возможно, будет вполне достаточно одевать ребенка по погоде и часто поить. Но процесс отучения может и затянуться на несколько зим. Не расстраивайтесь, в осознанном возрасте гораздо легче найти подход. Согласитесь, что во взрослом состоянии снег никто не ест. Дети ведут себя на прогулке согласно своим возрастным особенностям. Зная их, вы сможете правильно реагировать на его привычку есть снег, и она отпадет за ненадобностью. Как реагировать на поедание снега? Дети до года все тянут в рот. Даже дома, как бы вы не мыли полы и не пылесосили, малыш все равно найдет какую-нибудь крошку и отправит ее в рот. Тут уж не усмотришь. Нет необходимости создавать для ребенка стерильные условия, так как это мешает нормальному формированию иммунитета. Подробнее о том, как сохранить здоровье ребенка и защитить его от болезней, смотрите в интернет-курсе «Здоровый ребенок. Практикум». Для мамы ИДЖИТИ, 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 все игрушки малыш пробует на вкус, и также на улице белый снег привлекает его внимание. Таким образом он познает окружающий мир. Если он попробовал пару раз немного снега, то ничего страшного в этом нет. Беспокоиться стоит, когда вы замечаете регулярный аппетит на осадке с неба. В этом возрасте самый действенный способ отучить от вредной привычки – отвлекать. На заметку. Посмотрите вместе с ребенком поучительный мультфильм «Зимняя сказка». Там медвежонок объелся снега и заболел, а ежик очень волновался и всеми силами его лечил. С года до двух у ребенка развивается интерес ко всему окружающему миру. В этом возрасте также особо заразителен пример других детей. Если ваш ребенок увидел, как другой малыш попробовал снег, то с вероятностью 99% он это тоже повторит. Важна ваша нейтральная оценка – попробовал снег. Холодный. Не нужно больше так делать, снег люди не едят. Если с вашим авторитетом все в порядке, то достаточно и один раза, чтобы малыш вас услышал и переключился на другие занятия. О том, как быть авторитетом для ребенка смотрите в интернет-курсе «Мама». Главное. ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ. С двух до трех лет к любопытству добавляется желание привлечь в себе внимание. Особенно к этому склонны дети, которые часто капризничают, устраивают показные истерики на улице, могут проявлять агрессию по отношению к родителям. При вашей яркой эмоциональной реакции, действие ребенка будет закрепляться. Он думает примерно так, а когда я ем снег, мама обращает на меня внимание, читает мне нотации, разговаривает. Ну и что, что это внимание с отрицательным акцентом, главное, что меня видят, я не безразличен. Поэтому, нейтральная реакция и обязательно насыщаем ребенка вниманием, контактом, выстраиваем тесные отношения каждый день. Подробнее про уровни привязанности и как обходить конфликтные моменты с ребенком от одного до четырех лет, смотрите в интернет-курсе послушания. Без криков и угроз ИДЖИТИ, 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 что делать, чтобы ребенок не ел снег? В первую очередь очень важна ваша правильная реакция. Нет ничего смертельного, если малыш отправил в рот варежку с осадками. Не кричите, не запрещайте, а научите, например, играть со снегом, копать лопаткой, стоить разные сооружения, лепить фигурки, рисовать палочкой и все, что подскажет вам фантазия. Данные действия удовлетворят любопытство ребенка и способствуют нормальному развитию психики. Он будет чувствовать вашу любовь и заботу. Сегодня проблема ограниченного живого общения детей и родителей стоит очень остро. Взрослые вынуждены много работать и заниматься домашними делами. Ребенок с раннего детства ищет замену в виде гаджетов, вредных привычек. Старайтесь больше уделять времени малышу, чтобы он правильно развивался. Важно объяснять ребенку до трех лет, что в снеге много грязи и он может заболеть, не сработает. Как отучить есть снег в таком случае, не реагируйте бурно. Крик, запрет, битье по рукам, губам, неэффективные методы отучить от вредных привычек и даже опасные. Постоянное «нельзя» отрицательно действует на психику и разжигает у детей еще больше интерес к предмету. Не пугайте врачами. Это приведет к развитию детских страхов, нервозности и другим проблемам. Подробнее в статье «Ребенок боится врачей» и «Джи-Ти» и «Джи-Ти» и «Джи-Ти» правильно одевайте ребенка. Если малыш много двигается на прогулке, то на нем не должно быть многослойных теплых одежд. Быстро вспотев, он неосознанно попытается охладиться тем, что под рукой. Одевайте ребенка чуть теплее, чем сами, но не в два раза. Давайте пить до выхода на улицу. Жажда может быть спровоцирована как слишком теплой одеждой, так и индивидуальными особенностями малыша. Читайте о том, как приучить ребенка пить воду и «Джи-Ти», и «Джи-Ти», и «Джи-Ти». Берите с собой на прогулку термос с чаем, компотом, водой. Отвлекайте. Самый эффективный способ воспитания маленьких детей. Переключите его внимание на что-то более интересное. Дайте наесться, как разовая акция. Можно и рискнуть, конечно. Но выбирайте местность где-нибудь подальше от города или пробуйте свежевыпавший снег. Если проявляет большой интерес к сосулькам, то можно заморозить дома из чистой воды и давать погрызть. Ближе к трем годам вы можете попробовать рассказать ребенку, что на снегу много грязи, на него справляют нужду животные. Принесите домой, растопите и покажите, сколько там всего. На особо впечатлительных детей это действует безотказно. На заметку, в качестве альтернативы можно приготовить дома полезный съедобный снег или леденцы. Если ребенку очень нравится есть снег, то наберитесь терпения. Придется использовать не одно средство. Но не отчаивайтесь. Малыш взрослеет очень быстро и, возможно, в следующую зиму проблема отпадет сама собой. К тому же нет ни одного научного факта, подтверждающего вред для здоровья ребенка в поедании снега. Ситуация больше обусловлена здравым смыслом и врожденной брезгливостью как взрослых, так и детей. Ведь подхватить инфекцию или заболеть можно не только от снега. Ребенок жадина, советы родителям, безопасность ребенка на улице, памятка для мамы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова